добрый день дорогие друзья этот ролик я посвящаю другу своему николаю который дал мне в общем-то тему для разговора еще сказал что у меня звук плохой то попугает то фонтан то машин долго я выбирал место как раз вот фонтан вы его слышите здесь обычно попугая но не время и машины здесь тоже сзади вы можете их видеть ну иногда самолет пролетает повезет как раз увидите испортит и так не самый лучший звук потому что петличка у меня тоже не самого лучшего качества а тема будет очень интересная тема будет о том кто представляет тебя и как определить какой агент так себе а какой агент хороший с вами канал одна австралия я александр петров критерием успеха агента является не то сколько у него есть предположим денег на денежном счету банке критерием является не то сколько у него учебных заведений находится других каких-то партнеров находится на сайте сколько у него красивых видео сколько красивой информации в инстаграме главным критерием является его успех успех и его клиентов его студентов это сладкая парочка которая у нас находится на северной части карты австралии на вопрос одного из своих подписчиков почему же нет у вас ваших студентов ответили потому что мы дорожим конфиденциальностью это все пустая тупая болтовня недалеких людей или по крайней мере недалекого человека потому что те люди которые тебе действительности благодарность всегда поддержат тебя поддержат тебя в социальных сетях с открытым забралом с открытым лицом эти люди поддержат тебя на твоем канале вы видите у меня достаточно мало этих людей вы видите у меня их огромное количество на самом деле просто когда у тебя более пяти тысяч ролика то какие-то 600 700 людей которые тебя на канале присутствуют это наверное небольшое количество но это 600 700 человек которые сказали добрые слова в адрес агента александра петрова кстати агента алексея чихунова тоже и вы видите этих людей и вы видите только тех людей которым можно доверять это не купленные какие-то люди это люди с которыми вы можете отлично пообщаться и на фейсбуке лично вот здесь те люди которые говорят что ввиду конфиденциальности их бизнеса они не выставляют своих студентов или клиентов миграционного агентства на своих роликах они обычные лжецы причем тупые лжецы потому что их ложь очень сильно заметно если раньше она была менее заметна теперь она заметна на всю как говорится как говорят катушку именно твои студенты которые рассказывают конкретно что ты для них сделал которые готовы тебя поддержать с которыми ты постоянно занимаешься с которым ты помимо помогаешь на любой ступени на любой ступени их иммиграционного пути вплоть до того что после получения имя австралийского паспорта именно эти люди только эти люди являются критерием успеха который для вас дорогие зрители важен если ты говоришь что ты имеешь отличное отношение с университетом это ничего не значит потому что скорее всего ты вместе с университетом обманываешь студентов обманываешь клиентов миграционного агента только в этом случае учебное заведение будет полностью счастлива с тобой потому что для учебного заведения главное извлечение максимальной прибыли ну и в какой-то степени заполучить рынок и заполучить его эксклюзивно ладно это у александра петровны петрова есть лойтс колледж все остальные только для того чтобы не пользоваться лойтсом просто потому что они географически находятся в брисбене на голдкости в мельбурне в перке и так далее они и другие колледжи а так лойтс и лойтс это понимает те люди которые сегодня посылают человека туда а завтра посылают туда исходя только из размера их комиссионных является алчными подонками подонками потому что они не заслуживают денег своих клиентов и не заслуживают чтобы вообще считаться представителями студентов они не есть представители студентов они представители учебных заведений и своей семьи и самих себя всех тех которые алчно видят в вас дорогие зрители только источник захода а вот и все поэтому когда на канале у агента нет его клиентов которые достижимы не так как у расперсонала а именно достижимы этих людей можно пощупать и не можно поговорить ты знаешь этих людей ты можешь ними лично здесь встретиться ты можешь прийти и поговорить в учебном заведении со студентами самим кстати агентом только в этом случае агент заслуживает хоть какого-то уважения и ваших денег противном случае это напыщенный индюк или два напыщенных индюка и ничего более спасибо спасибо